Добрый день, дорогие коллеги! Я рада вас приветствовать сегодня на вебинаре новинки издательства просвещения по китайскому языку к новому учебному году. Меня зовут Полина Гаварева, я являюсь редактором по китайскому языку издательства просвещения, а также преподавателем китайского языка в школе номер 463 города Москвы. Ранее мы уже говорили с вами о некоторых новинках, которые у нас выпускались в течение 2019 года. Сегодня же мы с вами обсудим все эти новинки, которые мы подготовили для книжных полок, учащихся к новому учебному году. Прежде всего, хотелось бы начать с линии «Время учить китайский». Это ведущая линия по китайскому языку издательства просвещения. Это китайский язык, как второй иностранный для учащихся средней школы. Сначала мы поговорим с вами о линии с 5 по 9 класс. Я думаю, начнем мы как раз с особенностей этой линии в целом, что она из себя представляет. Напомню, что авторами данной линии является Александра Александровна Сизова. Это руководитель авторского коллектива линии «Время учить китайский», кандидат в исторических наук, учитель высшей категории, руководитель научно-образовательной секции исследования Китая, школы востоковедения, высшей школы экономики и руководитель направления «Китайский язык» Ассоциации учителей иностранных языков города Москвы. Настоящий учебный курс является переработанным в содержательном и методическом отношениях, значительно расширенным и дополненной версией международного курса китайского языка для учащихся в образовательных учреждениях. Переработка этого издания основывается на основополагающих документах Российской Федерации, регламентирующих требования к результатам освоения обучающимся основной образовательной программы в предметной области иностранные языки. Также важно заметить, что учебники для учащихся с 5 по 9 классы включены в федеральный перечень учебников. Стратегической целью данных учебно-технических комплектов является формирование иноязычной коммуникативной компетенции, то есть способности и реальной возможности учащихся осуществлять иноязычное общение и добиваться взаимопонимания с носителями иностранного языка, а также развития и воспитания у школьников возможности общаться на китайском языке. Развитие этой коммуникативной компетенции осуществляется в ходе развития всех ее составляющих речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной компетенций в соответствии со сферами общения социально-бытовой, социально-культурной, учебно-трудовой выделенными на основе тематики и ситуаций общения. Поговорим немного об особенностях учебно-методического комплекта «Время учить китайский». В первую очередь, еще раз повторю, это совместный проект издательства «Празвещение» и «People's Education Press» — «Китайская народная республика». Данный учебно-методический комплект соответствует федеральному государственному образовательному стандарту основного общего образования и среднего полного общего образования. Данная линия учебников подготовлена с учетом традиций и актуальных стратегических задач российского образования. Разнообразие и сбалансированность увлекательных заданий, в том числе направленных на проектно-исследовательскую и творческую деятельность. Большой объем астрономических знаний, аутентичные тексты, педагогические выберенные материалы для аудирования и тренировочные упражнения, привлекательный дизайн учебников, конечно. Успешная подготовка к российским государственным экзаменам, таким как ОГЭ, ЕГЭ, и международным экзаменам по китайскому языку. В соответствии возрастной специфике обучающихся все тоже немаловажно. Достижение уровня HSK 4 уровень и выше, ориентация на достижение личностных, метапредметных и предметных результатов, акцент на современную живую речь, реалии современного Китая и практика ориентированности. Что вообще включает в себя учебно-методический комплект «Время учить китайский»? Вот здесь вы видите практически полный комплект линии для учащихся пятого класса. Здесь у нас и сам, собственно, учебник, книга для учителя, прописи, рабочая тетрадь. Также включает в себя аудиокурс, электронную форму учебника и рабочие программы. Вы видите, что рабочие программы, книга для учителя и аудиокурс у нас помечены вот таким вот компьютером. Это означает, что вы можете скачать все эти компоненты учебно-теорического комплекта на нашем сайте издательства просвещения. И по всем классам они там будут доступны к началу учебного года. Каждый компонент также является неотъемлемой частью учебно-методического комплекта. И все они выполняют функции, свойственные современным учебно-методическим комплектам. Это и информационная, систематизирующая, и обучающая, интегрирующая и развивающая самоконтроль. Немного поподробнее мы с вами сейчас как раз поговорим о компонентах учебно-теорического комплекта «Время учить китайский». Все эти комплекты вы можете приобрести в нашем официальном интернет-магазине на сайте издательства просвещения. И как раз поговорим более подробно о компонентах. Первый, о котором мне бы хотелось вам рассказать сегодня, это «Рабочие тетради». Новинка издательства просвещения серии «Время учить китайский». Они являются дополнением и важным компонентом линии. Включают в себя разнообразные лексические задания, грамматические, направленные на совершенствование всех видов речевой деятельности учащихся при изучении китайского языка. Все виды упражнений включают возрастные и психологические особенности учащихся и ориентированные на их интересы. Упражнения «Рабочие тетради» направлены на формирование коммуникативной, фонетической, лексической, грамматической, иероглифической и социокультурных компетенций. Также «Рабочие тетради» способствуют формированию и развитию таких навыков, как письменная речь, поскольку очень много упражнений, именно где нужно учащимся самим заполнить пропуски, самим написать, допустим, небольшое сочинение или составить предложение. Говорение, аудирование, навыки перевода. Несколько заданий обязательно в каждом уроке идет на перевод, либо с китайского на русский, либо с русского языка на китайский. Качественная подготовка к государственным экзаменам Российской Федерации и международным экзаменам. Важно заметить, что к концу девятого класса, как я уже говорила, и еще раз повторю, учащиеся достигают уровня HSK 4 и выше. Содержание рабочих тетрадей полностью соответствует структуре учебных пособий и учебников. Все задания направлены на отработку пройденного в учебниках материала, а также включая в себя пройденный ранее материал. Таким образом, рабочие тетради не нарушают общую линию процесса обучения китайскому языку, не нарушают преемственности и предоставляют учащимся возможность оттачивать навыки и не испытывать трудности при прохождении далее более сложных тем. Каждому уроку в рабочей тетради у нас дается 24 задания. Виды упражнений меняются с увеличением сложности содержания. Рабочая тетрадь может быть использована в качестве домашней работы, в качестве самостоятельной работы во время занятия. Также они могут выполняться в классе под руководством педагога. Задания рабочих тетрадей усложняются год от года наряду с уровнем компетенций, которые развиваются у учащихся в процессе обучения. Задания на говорение требуют более объемного полного ответа в сравнении с предыдущими классами. Письменные задания также увеличиваются. К тому же предполагается более высокий уровень анализа и коммуникативной компетенции, наиболее важный при изучении иностранного языка. И поскольку к началу восьмого класса, восьмого, девятого класса обучающиеся уже хорошо знакомы как со структурой китайского предложения, так и с основными речевыми конструкциями, они усвоили большое количество новых слов и выражений, приобрели базовые навыки общения, поэтому у обучающихся возникает желание, потребность расширять именно свой словарный запас, арсенал грамматических конструкций, чтобы описывать сложную объективную реальность и общаться на большее количество тем, которые как раз и добавляются, начиная с восьмого и девятого класса. Это уже темы, связанные, например, с экологией, с урбанизацией и так далее. Поэтому, начиная с восьмого класса, содержание уроков расширяется за счет тем, связанных с развитием общества, культуры, окружающей среды. Подача данных тем осуществляется в проблемном ключе и направлена на развитие навыков критического мышления, анализа, сопоставления и рассуждения. Школьники обсудят такие темы, как проблемы взаимодействия поколений, сходства и различия культур, современные взгляды на уход за внешностью, на здоровое питание, в девятом классе целый блок у нас выделен для этого, экологические условия населенных пунктов в России и в Китае. Рассмотрим структуру и специфику заданий рабочих тетрадей на примере курса для восьмого класса. Рабочие тетради, как и учебные пособия, включают в себя три раздела. Вы можете сейчас их видеть на экране. В основу организации... И каждый раздел состоит из трех уроков, соответственно. В основу организации упражнений положен принцип. Главное – это тренировка и оттачивание навыка. Таким образом, основной упор делается на передачу знаний, а затем тренировку умений, с ними связанных. Поэтому в первую очередь учащиеся выполняют самостоятельные задания, затем парные, далее групповые или задания с учителем. Для того, чтобы выполнение упражнений в классе сочеталось с домашним заданием, аналог любого из упражнений можно найти как в учебнике, так и в рабочей тетради. Однако в рабочей тетради задания на чтение, письмо и на говорение эти задания усложняются. То есть мы, те знания, которые мы прошли в учебнике, мы их тренируем на уроке и также оттачиваем их дома в более сложном варианте с помощью рабочей тетради. Первые задания каждого урока направлены на повторение пройденных в уроке с помощью учебника иероглифов, их перевода и транскрипции ПИНИ. Учащимся необходимо перевести иероглифы, соединить лексическую единицу с транскрипцией или же выбрать к словам верные картинки, их описывающие. Эти упражнения позволяют закрепить в памяти наиболее важные или наиболее сложные слова урока. С этой же целью учащимся предлагается выполнить и задание номер два. Оно также включает в себя перевод. Однако данное упражнение также включает в себя проработку использования лексических единиц в речи. Потому нам нужно составить либо словосочетание, либо предложение, перевести, подобрать нужные части словосочетания. Тренировки грамматических правил способствуют упражнения 7, 9 и 10. Все они направлены на тщательную и детальную проработку грамматического материала урока с использованием новых слов и синтагматических единиц. Упражнения на аудирование также играют важную роль в заданиях рабочей тетради. Однако, в отличие от учебников, в рабочих тетрадях задания также усложняются. Самое интересное – это, безусловно, творческое задание. Оно предполагает поиск, презентацию интересных фактов о Китае, его традициях и особенностях, написание дружеского письма, увлекательные групповые игры, написание эссе и многое другое. Еще одной важной новинкой стали прописи. Теперь на нашу книжную полку добавляются еще прописи для учащихся 8 класса и для учащихся 9 класса. Основная задача прописи, конечно, посредством работы обеспечить благоприятные условия для формирования и закрепления умений иероглифического письма на основе пройденных материалов учебника. Необходимо отметить, что методическое решение и дизайн прописей учитывают психовозрастные особенности школьников для успешного формирования иероглифической компетенции. Прописи позволят учащимся на практике применить основные правила китайского иероглифического письма, запомнить правильный порядок, черт при написании изучаемых иероглифов, что тоже очень важно, развить навыки анализа структуры и значений иероглифических единиц в ходе освоения языкового материала курса. Прописи, как и в предыдущих классах, представляют из себя некую таблицу, которая включает в себя, собственно, образец написания иероглифа, как он должен выглядеть, чему нам нужно научиться, чтение иероглифа в транскрипции пенин, количество черт в написании иероглифа и далее последовательный порядок, который создан с помощью розового и серого цветов. То есть, трафарет такой для прописывания. Мы сначала прописываем то, что нам дано, потом по чертам восстанавливаем этот иероглиф, и затем у нас есть несколько клеточек для того, чтобы уже запомнить и самостоятельно прописать этот иероглиф. В конце каждого урока приводится дополнительное упражнение на отработку новых слов урока, в котором учащимся предлагается самостоятельно вспомнить и написать перевод нового слова, а также потренироваться и закрепить его написание. Прописи являются необходимым вспомогательным материалом и способствуют овладению учащимся техникой иероглифической письменности, усвоению правил написания черт китайских иероглифов. Важной чертой прописей является последовательность. Изучение иероглифа происходит в порядке их появления в учебнике. Оригинальная методика организации прописей способствует эффективной выработке автоматизма в письма. Таким образом, прописи – это удобный инструмент учителя, позволяющий обеспечить качественное домашнее задание каждому учебному занятию. То есть помимо того, что у нас есть рабочие тетради, в которых у нас несколько упражнений мы можем дать в качестве домашнего задания, также частью домашнего задания становятся и прописи. Когда учащиеся сами дома прописывают иероглифы, таким образом они быстрее их запоминают. При том, что начиная с седьмого класса, восьмой, девятый, и слова, лексические единицы, они усложняются. Усложняются и сами иероглифы. Поэтому как никогда важно их прописывать, их уделять им должное внимание. И следующая наша новинка, очень интересная, это контрольные задания. То есть к нашим учебнику, рабочим тетрадям, теперь еще и прописи, добавляются и контрольные задания. Они также предназначены для учебников по китайскому языку, как второму иностранному, линии «Время учить китайский». Автор данных учебных пособий, учитель-практик Налетова Елена Александровна. В 2019 году у нас вышло два учебных пособия. Первое для пятого-шестого класса и второе для седьмого-восьмого класса. Цель данного пособия – организовать промежуточный и итоговый контроль пройденного материала при обучении китайскому языку. Закрепить и систематизировать учебный материал. Помочь учащимся подготовиться к итоговой аттестации по китайскому языку в ходе планомерной подготовки к ОГЭ и затем к ЕГЭ. Действительно, очень много заданий. Мы сейчас с вами будем смотреть примеры заданий из этих учебных пособий. Мы с вами понимаем, что большинство из них, то есть подобные формулировки, встречаются и в едином государственном экзамене, что способствует тщательной и такой поэтапной подготовке к государственным экзаменам. Учебные пособия предлагают материалы как промежуточного контроля, так и итогового контроля. Опять же, как и учебник, как и рабочая тетрадь, контрольные задания делятся на разделы. Мы с вами сейчас видим на экране раздела 1, например. У нас в 7 классе 5 разделов. Соответственно, и в контрольных заданиях у нас тоже 5 разделов. По каждому разделу дается 2 варианта этих контрольных работ. Эти учебные пособия могут использоваться учителям как в работе с классом, так и при проверке знаний по теме, а также при написании итоговой контрольной работы по окончании 7 и 8 класса. В пособии представлены лексико-грамматические задания по контролю сформированности навыков аудирования, чтения, письма, разработанные на материале пройденного раздела. Промежуточные и итоговые контрольные работы, как я сказала ранее, включают в себя 2 варианта, что также удобно. Каждая контрольная работа состоит из 2 частей и 9 заданий соответственно. Первая часть у нас это задание по аудированию, и вторая задание по иероглифике, чтению, грамматике, лексике и письму. Разберем с вами часть 1. Часть 1 аудирования направлена на контроль, собственно, аудирования, на контроль понимания на слух китайских синтагматических или нескитайских слов, текстов. Состоит эта часть из двух заданий. В этой части проверяется умение понимать основное содержание прослушанного текста. Опять же, возвращаясь к своим предыдущим словам о подготовке к ЕГЭ. Мы знаем, что там вызывают некоторые вопросы, часто задания по аудированию, то есть они достаточно сложные. С контрольными заданиями и вообще, в принципе, с прорешиванием подобных заданий этот барьер, эта сложность у нас пропадает. Таким образом, мы еще более тщательно, продуктивно готовимся к экзаменам. И также как раз в экзамене ЧСК у нас тоже первая часть – это часть аудирования. У многих она вызывает сложность, поэтому готовимся с помощью наших контрольных заданий. Тексты для аудирования также для учителей, для учеников, для проверки доступны для бесплатного скачивания в электронном каталоге издательства. Там же, где у нас и программы рабочие, там же, где у нас аудиокурс можно скачать. Приходите на сайт, обязательно скачивайте. Вторая часть. Вторая часть включает у нас задание по иероглифике, чтению, грамматики, лексике и письму. Это задание 3-9. Особое внимание в пособию уделено иероглифике, умению писать иероглифы. То есть мы их уже с вами выучили, оттренировали в прописях. И теперь показываем эти знания в ходе контрольной работы, в ходе промежуточной работы. Умение писать иероглифы по правилам каллиграфии. Записывать транскрипцию пени, что тоже очень важно. Перевод предложенного иероглифа, например. Составлять иероглифы из графея. Задание 3, например. Задание 4 по 8 позволяет оценить сформированность языковых, лексико-грамматических умений и навыков обучающихся. В части 2 задания 9, очень интересное задание, предлагается проверка письменной речи. Нам дается блок, в котором мы можем написать сочинение по заданной теме, рассказ, ответ, например, на вопрос. Тоже эти задания встречаются в едином государственном экзамене, в ИЧСКЕ. Также тренируемся. Составлять диалог, например, предложенные картинки или по теме. В конце каждой контрольной работы, вот видите, даже сейчас на экране у нас, каждое задание оценивается определенным количеством баллов. Вот, например, задание 5, 6 баллов, 4 балла, 5 баллов. Эти все баллы суммируются между собой. И промежуточный контроль, максимальный балл – это 53 балла. Итоговая контрольная – это 60 баллов. Также у нас в начале учебного пособия приведена таблица, с помощью которой эти баллы мы можем перевести с вами в оценку по 5-бальной шкале, для того чтобы оценить работу. И еще одна новинка, о которой у нас уже был с вами вебинар, о которой я рассказывала и о которой я очень рада, это учебные пособия для учащихся 10-го, 11-го класса. То есть теперь у нас полная линия, время учить китайский у нас теперь с 5-го по 11-й класса. На данный момент учебные пособия 10-й класс уже выпущен, уже он доступен к продаже на нашем сайте. 11-й класс, вот мы уже отдали в печать, в августе он выходит, тоже доступен будет к заказу к началу учебного года. Также аудиокурс, программы, книгу для учителя. Также, еще раз повторюсь, все можно на нашем сайте в каталоге отыскать и скачать бесплатно. И вот здесь делаем пометку, это учебные пособия, да, но действительно они могут приобретаться за счет бюджетных средств. В дальнейшем мы будем проходить экспертизы, в связи с чем они будут также включены в федеральный перечень учебников. Поговорим с вами немного об основных принципах организации материалов и методических рекомендациях к учебно-методическому комплекту. Время учить китайский, конкретно для 10-11 классов. Задача учебного пособия – это предоставить обучающимся языковой материал, а также упражнения на развитие коммуникативных умений, как мы уже с вами выяснили, одним из самых главных при изучении иностранного языка, и организовать учебную деятельность в различных формах. Для достижения этой поставленной нами задачи обучающимся предлагается комплекс знаний о языке, а учитель получает набор тестовых заданий, а также содержательные и достоверные справочные материалы. Порядок организации языкового материала и методика презентации лексики. В данной линии языковой материал связан рядом тем, которые последовательно подаются обучающимся и ориентированы на их возраст. В данном случае в учебных пособиях для учащихся 10-11 классов добавляется профессиональная, специфичная, деловая лексика, лексика, связанная с политикой, с средствами массовой информации, лексика, которая важна будет для дальнейшей работы, например, с китайским языком и так далее. Отбор содержания для данного учебного пособия осуществлялся в соответствии с реальными интересами учеников старшей школы. Авторам удалось установить название и порядок наиболее актуальных тем для этого возраста и, в принципе, для того, чтобы грамотно и полно общаться на китайском языке. Для того, чтобы обучающиеся могли, разбирая привычные и интересные для их возраста необычные, например, вопросы, изучать, продолжать изучение китайского языка, все более в него углубляясь. Специфика лингво-страноведческого модуля. Как мы с вами знаем, язык – это носитель культуры. В то же время без культуры невозможно понять язык, то есть это все взаимосвязано. Если мы говорим с вами о китайском языке, о Китае, то здесь это особенно важно и особенно актуально. Поэтому учебные пособия должны в обязательном порядке содержать в себе информацию о культурной составляющей. Учитывая тот факт, что данная серия разработана для обучения школьников за границей, то есть не в Китае, а также принимая во внимание пожелания иностранных педагогов, действие сюжета текстов разворачивается вне Китая. Таким образом, обучающиеся не будут перегружены культурными особенностями страны изучаемого языка. Упражнения представлены как в учебном пособии, так и в рабочей тетради. Здесь важно заметить, что рабочие выпуски рабочих тетрадей для учебных пособий 10-11 классов намечены на 2020 год, уже на будущий год. Там тоже будет большое количество упражнений, которые также будут способствовать все целые проработки знаний, навыков и умений, которые мы приобретаем в ходе обучения по нашим учебным пособиям. Упражнения, данные в учебном пособии, выполняются на занятии для того, чтобы тренировать навыки свободного общения и законченной речи. В основном это упражнения на восприятие китайской речи на слух. Говорение, чтение и письмо, то есть то, что часто вызывает трудности, часто вызывает вопросы и требует очень тщательной и полноценной проработки. В основу организации упражнений положен принцип «главная тренировка навыка». Только, что касается китайского языка, я думаю, что все вы это подтвердите. Здесь главная тренировка. Постоянное, например, прописывание иероглифов, постоянное повторение слов, постоянная тренировка произношения, постоянная тренировка нашего слуха и так далее. Таким образом, основной упор делается на передачу знаний, а затем тренировку этих умений. Поэтому в первую очередь учащиеся выполняют самостоятельные задания, затем парные, а далее групповые. Одной из особенностей учебно-методического комплекта «Временно учить китайский» для 10-11 классов является возможность качественной и полноценной подготовки к российским государственным экзаменам. Так, например, задание рубрик «Читаем, анализируем», «Читаем дополнительно», возможно, для подготовки к первому и второму заданиям «Устной части Единого государственного экзамена по китайскому языку», а также в отделу «Чтение», в частности, к заданиям 20 с 20 по 27 Единого государственного экзамена. Задания рубрики «Например, слушаем и тренируемся» соответствуют первой части ЕГЭ «Аудирование». Основные тексты каждого урока помогут нам подготовиться к решению 8-11 заданий части «Аудирование» и, опять же, разделы «Чтение». То есть в сумме еще и с рабочей тетрадью эти учебные пособия, в принципе, способствуют качественной и полноценной подготовке к экзаменам. Вот здесь как раз основные тексты у нас сейчас на экране. Как мы видим, они уже к 10 классу, конечно, расширяются. Здесь это уже объемные тексты на интересные для обучающихся темы. Напомню структуру содержания учебных пособий. Все уроки, так же, как и в предыдущих годах обучения с 5 по 9, поделены на определенные темы, на тематические разделы. Каждое учебное пособие содержит несколько разделов. Вот, например, в 10-11 классе у нас будет 3 раздела. И каждый раздел включает еще в себя 3 объемных урока. То есть всего в учебниках у нас 9 уроков. В рамках данной серии предполагается изучить свыше полутора тысяч основных новых слов, а также дополнительный материал, с учетом которого общий объем, предназначенных к изучению лексических единиц, достигает более двух тысяч слов к окончанию 9 класса и полутора тысяч слов дополнительно еще к окончанию 11 класса. Как я говорила ранее, объем содержания текстов в каждом классе последовательно увеличивается, потому в 10-11 мы уже видим такие объемные интересные темы. При этом количество уроков, если у нас, допустим, с 5 по 7 класс наоборот возрастает, и количество разделов, в 7 классе достигается апогея, у нас 5 разделов, и в каждом по 3 урока, то есть это очень большой получается учебник. Здесь же по объему он такой же, но сами уроки стали объемнее, количество разделов у нас уменьшилось. Важная особенность, о которой мне очень радостно вам сообщить, в учебных пособиях для учащихся 10-11 класса у нас появилась очень интересная рубрика, и называется она «Говорим о России по-китайски». Почему это важно? Ну, во-первых, опять же, мы тренируем свое умение понимания иероглифов. Мы можем использовать эти тексты для перевода, но при этом мы говорим о знакомых нам темах, то есть учащихся, да, о знакомых темах, которые всем нам близки. Это Большой театр, например, Озеро Байкал. Кстати говоря, здесь есть интересные факты, которые мы, может быть, даже просто так и не стали бы обсуждать, а здесь мы о них узнаем еще и на китайском языке. К тому же мы сможем узнать не только новую интересную информацию о родной стране, самых ярких ее достопримечательностях, или, например, о писателях, поэтах, о традициях, а также рассказать о них на китайском, развивая коммуникативные компетенции, навыки перевода. Возможно, к 10-11 классу учащиеся многие уже обзаведутся китайскими друзьями, с которым они смогут рассказать о российских достопримечательностях, о российских таких знаковых персонах, например, и традициях. То есть это очень здорово, очень полезно и действительно интересно. И вот как раз содержание. Мы видим с вами по три раздела в каждом уроке. Опять же, интересная тема в 11 классе интернет в нашей жизни. То есть тема близка всем обучающимся. Мое резюме, когда мы выходим из 11 класса, потом мы, значит, обучаемся в ВУЗе, очень важно уметь грамотно составлять резюме для дальнейшего устройства на работу. Профессия мечты, как раз строим свои дальнейшие планы, также на китайском языке и так далее. Теперь мы с вами перейдем ко второй линии. И это китайский язык как первый иностранный для учащихся со второго класса. У нас это учебные пособия для второго, третьего и четвертого класса. Причем учебные пособия для второго и четвертого класса, они в двух частях. И важная особенность, пока что это тоже учебные пособия. У нас передача на экспертизу в феврале 2020 года, после чего также будут внесены федеральный перечень учебников. И важная деталь. Второй, третий класс у нас уже выпущены, доступны к продаже. Четвертый класс планируется также на 20-й год выпуск. Рассмотрим поподробнее эту линию. Авторы линии у нас. Масловец Ольга Александровна, руководитель авторского коллектива линии «Путешествие на Восток», кандидат педагогических наук, исполняющий обязанности заведующего кафедры китайского, вьетнамского, лаосского и тайского языков МГИМО Министерства иностранных дел России. И Малых Оксана Андреевна, старший преподаватель кафедры китайского языка Института иностранных языков. Также поговорим о составе учебно-методического комплекта. Здесь, опять же, указано, что у нас эти учебные пособия в двух частях. Это учебное пособие, рабочая тетрадь, электронная форма учебного пособия, книга для учителя, аудиокурс, рабочие программы. На данный момент, как я вам сказала, у нас выпущено два учебных пособия. Это для учащихся второго и третьего классов. Рабочие тетради планируются на 20-й год. Книгу для учителя, аудиокурс, рабочие программы к октябрю будут доступны также в каталоге на сайте издательства просвещения, доступны к бесплатному скачиванию. В совокупности с другими компонентами учебно-методического комплекта, рабочей тетрадью, аудиоприложением, учебные пособия обеспечивают достижение обучающимся, также ряда важных компетенций, личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета в китайский язык. В основу авторской методической концепции данного учебного пособия положены современные лингво-дидактические подходы. Коммуникативный, межкультурный, к обучению иностранному языку. Современные методы обучения иероглифическому письму. Более подробно с вами об этом поговорим подробнее, поскольку здесь иероглифы вводятся не сразу, а постепенно. Современные методы обучения, технологии речевого развития обучающихся, базирующиеся на этаповности формирования языковых навыков и речевых умений. Как раз вот о чем я вам сейчас и сказала. Система упражнений каждого урока учебного пособия представляет из себя цепочку взаимосвязанных, таких очень интересных упражнений, позволяющих научить обучающихся излагать свои мысли на китайском языке в узной и письменной форме. Линия учебно-методических комплектов путешествия на восток адресована учащимся образовательных учреждений, изучающим китайский в качестве основного иностранного языка, то есть первого иностранного языка со второго класса. Еще раз повторюсь. Настоящие учебные пособия подготовлены в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования. учебные материалы ориентированы на применение знаний, умений и навыков в элементарных учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, и формирование иноязычной коммуникативной компетенции на элементарном уровне владения. Поговорим немного об особенностях данной линии, в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта. Материалы учебно-методического комплекта рассчитаны у нас на два часа в неделю. Коммуникативно-деятельностная методика обучения, способствующая формированию элементарной коммуникативной, что особенно важно, компетенции. Активное развивающее обучение с помощью занимательных, игровых заданий. Действительно так. Потом, также важной особенностью являются яркие иллюстрации. Вот здесь, сейчас на слайдах вы видите примеры. Это очень интересные задания. Здесь у нас обилие картинок, иллюстраций, песенки, игры. То есть все очень занимательно в игровой форме. И яркие иллюстрации являются дополнительной мотивацией к обучению китайскому языку и делающей процесс обучения более динамичным, более веселым. Да, и интересным. Небольшие аутентичные тексты, доступные для этого возраста и способствующие развитию смыслового чтения как важного коммуникативного умения. Разнообразный страноведческий материал. Также, как и в линии «Время учить китайский», он дается и здесь, в путешествии на Восток, учитывающий реальные потребности учащихся. Возможность использовать творческие, методические приемы. Каждый учебник включает в себя 34 урока. Это типовой урок, 2 академических часа и общий объем 68-70 часов. Еще такие важные моменты, о которых хотелось бы обязательно сказать. Учебный методический комплект направлен на формирование коммуникативной компетенции, то есть закладывает основы коммуникативной культуры. Система языковых и речевых упражнений включает в себя разнообразные виды и типы упражнений, достаточное их количество в каждом уроке. Дает учителям возможность выбора при подготовке к уроку. То есть у нас есть и упражнения, которые можно дать на дом в качестве домашнего задания, и достаточное количество для проработки той новой лексики, той новой грамматики, которая дается на каждом уроке. Система отбора речевого материала, так же, как и в линии «Время учить китайский», тематическая. То есть все у нас разделено на темы определенные, на разделы. Разработана система работы по формированию навыков и умений географического письма. Метод тусного опережения. Что это значит? Это значит, как я вам сказала ранее, что вначале у нас даются эти слова, у нас даются в транскрипции пенинь. И когда учащиеся уже могут эти слова воспроизводить, они могут ими оперировать, строить предложения или небольшие, маленькие топики, тексты, мы уже вводим иероглифы. Сначала это базовые, более простые, и затем идет усложнение. Это метод раздельного обучения языку и речи. Вот как раз метод частичного замещения иероглифов в транскрипции. То есть далее у нас сначала просто идет транскрипция, и затем некоторые иероглифы у нас добавляются, некоторые остаются в транскрипции, и затем мы полностью приходим уже к иероглифическому письму. Этапность формирования иероглифических навыков, система взаимосвязанных упражнений по обучению иероглифическому письму и чтению иероглифических текстов, приемы на основе антидмологии знаний, то есть ассоциативный прием на основе мнемотехник. Особое внимание уделяется формированию и совершенствованию фонетических навыков учащихся. Упражнения в слушании и имитации вслед за диктором. То есть вот для чего важен у нас аудиокурс. Мы слушаем и повторяем эти слова, имитируем их, повторяем за диктором, таким образом лучше их запоминаем, прорабатывая и произношение, и слуховое восприятие лексических единиц. Это лифмовки, четверостишия, система фонетических упражнений, направленных на запоминание тонов, новых слов. Здесь во втором классе дается очень большой блок, когда мы разбираем достаточно сложную при начале обучения китайскому языку темы. Это, собственно, произношение, как произносятся у нас звуки, как произносятся инициалии, финалии, как они произносятся вместе, как правильно их сочетать и произносить. Все это очень подробно и с учетом возраста обучающихся учтено и разбирается. Также в учебно-методическом комплекте разработана уникальная система условно-речевых и речевых упражнений, взаимосвязанное обучение лексики и грамматики. То есть когда у нас появляется новое грамматическое правило, также новая лексика объясняется вместе, так, чтобы это было понятно. Принцип функциональности. Наличие речевой задачи говорящего. Например, часто встречаются такие задания, как поинтересуйтесь, расскажите, спросите. Это обеспечивает условную мотивированность речевого поступка. Начать разговор. Ситуативность, то есть соотнесенность каждой реплики с ситуацией как системой взаимоотношений собеседников. Преимущественная направленность произвольного понимания обучаемого на цель и содержание высказывания, а не на его форму. Моделирование речевого общения в каждом из элементов упражнения. Коммуникативная ценность фраз. Достаточное количество однотипных фраз и действий. Все упражнения – упражнения в говорении. То, что нам важно делать в первую очередь. Опять же, коммуникативная компетенция. Система упражнений по формированию умений письменной речи. Сначала используем латинизированный звукобуквенный алфавит, то есть пенинь. И к концу первого года обучение с помощью элементарных иероглифов. Вот процесс замещения идет. Сначала часть иероглифов, и затем целиком переходим на иероглифическую систему. Вот, собственно, и все новинки, о которых мне хотелось вам сегодня рассказать. У нас их действительно получилось с вами много. Все они заслуживают внимания. Я очень рада, что у нас теперь линия «Время учить китайский» полная. Поэтому обязательно уделите внимание учебным пособиям 10-11 класса. Обязательно посмотрите наши новинки для линий 5-9. То есть шлейфовые пособия – это прописи, рабочие тетради. С невероятно интересными, действительно уникальными упражнениями, которые помогут нам интересно, в такой игровой форме, может быть, подготовиться более тщательно к экзаменам. И упростить себе процесс изучения китайского языка. Вот, собственно, все, что я вам хотела сказать сегодня. Я с радостью отвечу на ваши вопросы, если они есть. Давайте посмотрим. Вот у нас пока был один вопрос. Спасибо большое за внимание. Желаю вам хорошего летнего настроения. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...